Сергей Удальцов. Чем грозит закон о профилактике домашнего насилия? Мнение, закон и правосудие 30 ноября 12.51. Сергей Удальцов. Чем грозит закон о профилактике домашнего насилия? Вместо решения проблемы мы можем получить инструмент для преследования неугодных и мошеннические схемы. Сергей Удальцов. Комментарии в просмотров 1275. Фото. DPA slash DAS. Современная Россия полна острейшими социальными проблемами. Нищенские зарплаты, мизерная пенсия, до получения которой теперь еще надо суметь дожить, тотальное вороство чиновников, колоссальное имущественное расслоение и так далее. Перечень будет длинной. Но вот вдруг наши власти озаботились борьбой с домашним насилием. Видимо, других проблем не осталось. Совет Федерации оперативно разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, выложив его в интернете для общественного обсуждения. Все вдруг резко возбудились. Валентина Матвиенко со страданием на лице грозится покончить с домашней тиранией. Разъяренные феминистки проводят митинги, требуя оградить их от проклятых насильников, и скандируют «бьет значит сядет». Сторонники конспирологических теорий видят в этом законопроекте признаки масонского заговора и готовятся строить баррикаду стен Госдумы, чтобы не допустить принятия проклятого закона, который разрушит русские семьи и подорвет и без того тяжелую демографическую ситуацию. В общем, все предели, все погружены в жаркие споры. Возможно, в этом одна из задач вбрасывания этой темы в общественное пространство. Но уж раз пошла такая дискуссия, давайте разберемся, нужен ли нам такой закон. Обстановка в российских семьях далеко не самая благополучная, это факт. Но домашнее насилие у большинства населения закономерно ассоциируется не с банальной руганью битием посуды, а с пробоями, истязаниями, причинением физической боли. Тяжелый случай, Поклонская ставит крыму диагноз «Южный берег больше не манит врачей», работа каторжная, высокие зарплаты только у руководства. Но бывают и обратные случаи, когда женщины держат сильный пол в черном теле. Однако для таких ситуаций сегодня в законодательстве есть достаточные меры реагирования. Статья 6.1.1 Побои в Кодексе об административных правонарушениях предусматривает арест до 15 суток, штраф до 30 тысяч рублей или обязательные работы. Статьи 116.1 УК РФ Побои до 2 лет лишения свободы. Статья 117.1 Истязания в Уголовном Кодексе до 7 лет лишения свободы. Статьи 111.112.115 УК РФ, предусматривающий серьезный срок лишения свободы за причинение тяжкого, среднего и легкого вреда здоровью. На мой взгляд, вполне достаточный арсенал способов наказания домашних тиранов. Другое дело, что наши правоохранительные органы далеко не всегда эффективно реагируют на заявления о домашнем насилии. Но здесь нужен не новый закон, а усиленный контроль надзорных органов. Повышение квалификации сотрудников полиции. Расширение штата полицейских, работающих на земле. Если прочитать законопроект, размещенный Советом Федерации, то сразу бросается в глаза неопределенность многих формулировок, что открывает широкое пространство для манипуляций. Семейно-бытовое насилие предлагается трактовать, как умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и, или, психического страдания и, или, имущественного вреда, не содержащие признаки административного правонарушения или уголовного преступления. Сразу возникает вопрос, а как будут доказывать факты таких угроз и психического воздействия? Мы знаем, что чаще всего семейные конфликты происходят без свидетелей, с глазу на глаз. И если ориентироваться только на заявления потерпевшей стороны, как предписывает проект нового закона, то мы получим колоссальное количество ложных обвинений, направленных на сведения счетов за какие-либо обиды, или просто мошеннические схемы, нацеленные на последующие завладения имуществом супруга. Полиция и так сегодня испытывает серьезный кадровый голод, участников их не хватает, районные ОВД завалены работой. И кто в такой ситуации будет что-то проверять? А ведь законопроект предусматривает, что по заявлению потерпевшей стороны полиция может выносить защитное предписание, которое налагает на предполагаемого домашнего насильника серьезные ограничения и предусматривает серьезную ответственность за нарушение этих ограничений. Так что это пока очень сырая и непродуманная инициатива, которая, в лучшем случае, пополнит перечень наработающих законов, а в худшем приведет, например, к преследованию оппозиционеров и других неугодных по надуманным поводам, чем так любит заниматься наша власть. Еще один весьма сомнительный пункт нового законопроекта предусматривает возможность по решению суда обязать домашнего тирана покинуть место совместного жительства или место совместного пребывания с лицами, подвергшимися семейно-бытовому насилию, на срок действия судебного защитного предписания при условии наличия у нарушителя возможности проживать в ином жилом помещении, в том числе по договору найма, под найма, договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Министерство обороны превратило Крым в пустыню. Москва смирилась, в Тавриде вместо Магнолии вырастут саксюлы. Подобных косяков в законопроекте еще очень много. Если честно, то мне представляется, что в настоящее время принятие подобного закона пользы не принесет, зато позволит влезать в семейное дело нашим далеко не всегда справедливым чиновникам, а также различным мошенникам под видом некоммерческих организаций, оказывающих помощь жертвам домашнего насилия. Именно поэтому эти НКНО так активно лоббируют принятие сомнительного закона, так как понимают, что появится возможность получать различные государственные гранты и прочие преференции. А вот обычным гражданам этот закон в текущей ситуации, скорее, создаст лишние проблемы, не решив при этом саму проблему домашнего насилия. Буду рад ошибиться, но перспективы просматриваются именно такие. В целом, вместо принятия такого сомнительного закона, нашим властям следовало бы уже сейчас сосредоточиться на развитии Института участковых уполномоченных полиции, которые должны контролировать проблемные семьи и создание государственных центров психологической помощи, где трудные семьи смогут бесплатно или за незначительную плату получать консультации помощь для разрешения конфликтов и сохранения семейных отношений. Также необходимо повышать квалификацию сотрудников полиции и усиливать надзор за административными и уголовными делами, связанными с домашним насилием. Ну и, конечно, развивать воспитательную работу среди молодежи, пропагандировать здоровые семейные отношения и уважение людей друг к другу. И тогда новые законы просто не понадобятся. Закон и правосудие, клеймо предателя, кого в России будут считать иностранными агентами. Новости регионов. В Вологде присяжные оправдали мужчину, подозреваемого в убийстве жены.